Друзья, всем привет! С вами Ольга и ее семья. И сегодня наш первый день поездки. Вот мы едем. Как всегда, едем и едим в машине. Здесь у нас Мока спит. Там ей дует кондиционер снизу. Ей нравится, прохладненько. Вот она спит, там в подгузнике. Друзья, едем мы на частный остров. Принадлежит он родителям мальчика, который ходит с Ангелиной в одну группу. В Корее просто огромное количество маленьких островов. И очень многие люди имеют свои личные острова. Дети дружат наш уже несколько лет. А мы с родителями все никак раньше не знакомились. И это будет наша первая встреча. Остров находится, как я уже говорила, в Желтом море. Недалеко от Сеула. Друзья, кошмар. Вокруг одни траки. Смотрите, сколько их. Сзади, сбоку, спереди. Везде одни траки. Здесь какой-то порт рядом. Наверное. Ужас. Так страшно. Между ними ехать. Они еще такие, как это сказать, наглые. Наглые так ходят. Капец. Оттого и глядишь. Под колесами у него окажешься. Прям русские просторы какие-то. В конце и края не видать. Поля рисовые. И чьи-то пятки грязные. Друзья, вот здесь мы сейчас сядем на кораблик. И поплывем на остров. Не знаю, на какой именно здесь их сотни. Десятки, сотни островов. Здесь такой вот пирс. Мы сейчас на пирсе. Очень жарко. Сегодня 34 градуса. И я уже чувствую, что у меня горят уши. Отсюда море кажется таким голубым, бирюзовым. На самом деле. Там грязевое дно. Но зато здесь самая лучшая рыбалка в этом районе. И мы будем рыбачить его, не рыбачить. Морскую рыбку, всякие ракушки или ракушки. Будем все это сегодня есть. Я надеюсь, что нам повезет. Осторожнее, дети. Здесь упадете, мало не покажется. Мы все еще ждем кораблик. Уже все достали пиво. Ангелина мне уже принесла улиточку какую-то. Они здесь вылавливают уже. Здесь стоит рыбак. И, похоже, вот наш кораблик подплывает. Который нас повезет в остров. Блин, здесь так жарко. И спрятаться вообще негде. По мне уже какая-то хрень ползет. А, брызь от меня. А, это не наш кораблик. Это рыбацкая лодка. Мужики поймали рыбу. Вау, это так прикольно, друзья. Море такое волнует. И сразу. Чайки налетели. Как будто им рыбу привезли. И вот так выглядят корейские рыбаки. Интересно, что у них за улов. Вот так вот привязывают. А, вот для чего нужны эти ушки, чтобы привязывать лодки. Подъехал такой вот грузовичок. У него там бассейны в кузове. И сейчас они из кораблика выгрузят сразу эту свежую рыбу. И повезут в ресторан куда-нибудь. Повезли урожай. А, это крабы. А, крабы и такие большие ракушки. И вот, наконец, наш кораблик. А то мы уже здесь вообще спеклись. Вообще он должен был без 20 подъехать. А сейчас уже, ну короче, он опоздал минут на 40. Потому что здесь, как говорят эти люди, если он с утра накатит, настроение хорошее, он вовремя приедет. Если с утра не накатил, значит опоздает. Все как везде, друзья. Все как в России. Если накатит, работает. Не накатит, не работает. Вот наш кораблик. Он работает как автобус. Развозит всех по островкам. Тут вот перед нами женщина. Смотрите, сколько она набрала макулей. Макулей это такая брашка. Смотрите, целый ящик браки. Ну зачем еще на остров ехать? Если не пить. Мока боится. Здесь полицейский, охрана местная, помогает бабушке загрузить ее в котомки. Вот так вот. Смотри, она так качается, я боюсь не закружится ли у меня голова. Здесь не так жарко, вообще прохладненько, хорошо. Ее гель красный, как крак вареный. Сварились на солнце вообще. Это, я так понимаю, штурвал. Штурвал вот так выглядит на этой чудо-лодочке. И здесь дует ветерок, так хорошо, прохладно. Музыка с молодостью. Музыка с молодостью. Поэтому я очень боюсь летать и плавать, и вообще боюсь всего. Поэтому, да, расстояние маленькое, поэтому я согласилась. Если бы было дальше, я бы никуда не поплывала. Да, что если мы умрем здесь, на корабле, чтобы нас смогли опознать и найти. Ковчаги, ковчаги. О, рыбу поймала, рыбу поймала, рыбу поймала. И дерутся, дерутся. Чем еще у нас заниматься на корабле в ожидании капитана? Конечно, слайд. Я не знаю, что это слайд. Пришел наш капитан. Где-то уже подзарядился. Веселенький, хорошенький, красненький. Хорошая работа, слушайте. Хорошая работа, слушайте. Приплыли мы на остров, необитаемый. Здесь, смотрите, стоит охранник такой. Этот остров называется Сова-До. Как фамилия этих людей. В общем, они в честь себя назвали этот остров. Да, друзья, люди, которые владеют собственным островом. Выглядят как-то так. И это наш дом на сегодня. Это какой-то армейский, военный, военный корабль. Корабль это, конечно, громко сказано. Лодка, да, такая вот армейская. Романтика, романтика, что еще сказать. Потом еще пойдем там все посмотрим, что здесь есть. Ау, слайм. Слайм это самое неинтересное, что здесь есть. Это вообще, смотрите, стулья из самолета. Кресла. Кресла самолета здесь стоят. Кресла, креативные люди здесь живут. На предусловно. Взяли тазик и собрались идти уже ловить морепродукты. Еду на ужин. Дети быстрые, мы еще сумки не принесли все. Мока очень красивая. Чуть-чуть. Десять лет назад, и так, и так, и так, и так. Да, Мока, интересно начинается твоя жизнь. С двух месяцев. Такие путешествия, скажем, на необитаемый остров. Веселуха, пруха. Разгуляться здесь можно, никого нет. Дети вышли уже на охоту. Не успели мы еще сюда причалить. Наш кораблик только отплыл. А эти чайки уже рыбу ищут. Что ты там поймал? Ой, крабик маленький. Ой, ой, сколько их. Господи, здесь их просто огромное количество. Ходи, там камень поднимаешь. И там кишит этих корабиков. Супя, кунго, кунго! Молодец! Этот уже побольше, этого можно уже не зажарить. О, деда! Урю, кунго, кунго! Оу, сколько их? Вот эти вот штуки, раковины, да, они как нож острые, и нужно быть очень-очень осторожным, они просто как ножи. Я уже порезалась, все пальцы изрезаны. А, ну дети-то в перчатках. Так, мальчики наши там уже к барбекю готовятся. Сейчас, наверное, перекусим, мясо пожарим и поедем на рыбалку. Я так думаю. Друзья, так классно здесь вот так развалиться на кресле. И смотреть на эту красоту! Какой же это кайф! Остаться жить же, что ли? Нафиг все эти школы, магазины, офисы, хрен офисы. Такая красота! О, да! Ким Сану, поджи, поджи! Поджи, поджи, поджи! Поджи, поджи! Усупки! Хоу! Идем осматривать окрестности. Здесь есть такая беседка, есть качелька, есть зеркало. Какие-то будки здесь стоят все непонятные. Такой вот стульчик есть. Здесь скамеечки, красивая женщина. Так, здесь походу что-то жарили. Да, они год здесь не были. С прошлого года, с прошлого лета они здесь не были. Вот только приехали. Вот мы первые. Есть гамак. Это что-то наподобие какой-то сцены, наверное. И, видимо, здесь что-то сушили когда-то. Выглядит все пока неопрятанно все-таки целый год простоять. А, вот он, наверное, и холодильник. Диос. Холодильник на острове все равно корейский. О-е-е. Надо было морозилку на него выбрать лучше. Да. Что-то они не додумались морозилку брать. Мой муж мне достал баночку пива с прошлого года. Она ледяная. Остальное все у нас еще не успело охладиться. Вот. И он мне достал такое. Раритет. Раритет. Зато холодное. Очень холодное. Прям ледяное. Люблю я такие места, друзья. Вот сказали бы мне на выбор. Пятизвездочный отель или вот такое вот место. Я люблю такое место. Соня пошла что-то наловить. Общается. Спрашиваю мужа сейчас сколько стоит может такой остров. Он говорит, что лет шесть-семь назад он купил его за примерно где-то сто тысяч долларов. Сейчас такой стоит где-то миллион долларов. В десять раз. То есть цена выросла. Сейчас корейцы скупают острова. У них тут просто огромное количество островов. Это маленький остров, который на карте конечно его не видно. Он небольшой, но там вот даже есть лес. Я если честно даже не представляю. Я не знаю, что ли. Я не знаю. Я не знаю. Ты не знаю? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Блин, дурак. Сонгун. Что у вас за игры сейчас здесь? Видите, сколько у нас уже крабиков? ШУМАЧАНИ У вас есть. Не знаю. София. Ози сопротивляется крабики, они же живые их сейчас хорошо помоем, потом пожарим, будет очень вкусно ага, здесь есть тигим кару привет, тигим кару и шеф сейчас они засыпят это специальной мукой и пожарят в масле смотрите какая будет вкуснота так, еще раз моют ну да, чтобы на зубах потом песок не хрустел еще, моют, моют, моют оооо вот это да, я понимаю ооо, вкусно опять подписчики скажут, что мы живодеры друзья, ну вот так вот в Корее едят свежачок чтобы прям свежий был потому что опасно морепродукты есть и не свежие поэтому едят прям свежие давай оооооу, Соня Саша, как это? Саша, как это? Саша, как это? Саша, как это? Аппа, как это? вот так вот вот так вот не надоить ооо, они еще убегают все все они соленые, еще из морской воды только мне нужно не солить, ничего ооо, они еще убегают все они соленые, еще из морской воды только Это кимчи! Софья готовит тигем из крабиков. Да, они еще шевелятся. Но, друзья, они быстро умирают с горячим маслом. Какая у них участь? Что поделать? Соня живодерка, Соня живодерка. Она говорит, что нужно жарить до золотистого оттенка. Когда будут золотистые, тогда готовы. Красно-золотистая они должны быть. Давай, Соня, я в тебя верю. Жарь. Что, готовы? Крабики приготовились, друзья. Горячие. Ну-ка, горячие? Давай попробуем. Вот это да! Друзья, вы обязаны это попробовать. Это что-то невероятное. Похоже, сейчас польет такой ливень, и это будет круто. Прикиньте, на острове, на таком вот корабле пьет ливень. Гроза! А мы здесь будем жарить мясо. Вау! Господи, какая-то романтика. Блин, Корея, ты такая разная. Вообще, Корея, друзья, она настолько разная, она настолько многогранная. Вы можете здесь найти в маленькой, в одной маленькой стране вы можете найти все, что угодно. И это сконцентрировано очень близко, да. Это сконцентрировано буквально вот на таком пятачке. Всякая разная жизнь. Ммм! Счастливости! О, Боже! А я такого никогда в жизни не ела. Эти, смотри, эти чудики твои. Ммм! 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 Ммм!